Автопласт – одно из динамично развивающихся предприятий Нефтекамска. Разместилось оно на базе бывшего завода «Баш-Сельмаш» и является основной организацией индустриального парка «Прикамье». Специализируется на выпуске изделий из пластика для автобусов Нефтекамского автозавода, сотрудничает и с другими крупными заводами Республики и России. Для того, чтобы поддерживать успехи, достигнутые за время существования, предприятие активно участвует в конкурсах среди субъектов предпринимательства, которые организует администрация городского округа «Город Нефтекамск». Так, в прошлом году Автопласт стал одним из двух победителей конкурса по субсидированию части лизинговых платежей. Предоставив необходимые документы и пройдя требуемые этапы, предприятие получило от муниципалитета 150 тысяч рублей. Эти деньги руководство могло потратить на покупку нового оборудования или другие цели в развитии производства. Поучаствовать в конкурсе и стать обладателями субсидии до 1 миллиона рублей могут все желающие предприниматели малого и среднего бизнеса города. 16 июня в Нефтекамске стартовал очередной конкурс. Участниками конкурса могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие приоритетные виды экономической деятельности в соответствии с нашим порядком конкурса. Далее. Субсидии предоставляются субъекту малого и среднего предпринимательства по договорам, обязательства по которым уже исполнены и оплачены на период с 1 января 2011 года до момента обращения за финансовой поддержкой, а также по действующим договорам финансовой аренды. Возмещается первоначальный взнос авансовый по договору лизинга в размере стопроцентный затрат до миллиона рублей. Заявки принимаются до 31 июля включительно в отделе торговли и предпринимательства по адресу проспект Комсомольский, 25. Узнать подробности и необходимый перечень документов, требуемых для заявки на участие в конкурсе, можно в отделе и на официальном сайте администрации в разделе «Предпринимательство» или по телефону 447-51 и 482-03. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».